Восьмое марта, Новый год, Дожинки, День народного единства, Белая Вежа, День Победы и многие другие. Все эти мероприятия неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Но они не были бы возможны без людей, которые их организовывают для нас. Людей, несущих в массы искусство и творчество, яркость, музыку и счастье. Работников культуры, которые уже совсем скоро отметят свой профессиональный праздник. Ни один из них не остался без внимания. Торжественное чествование особых для Брестской сферы культуры людей состоялось в Брестском облсполкоме. Грамоты и благодарственные письма получили люди, не просто улучшившие эту яркую сферу жизни, а привнесшие в нее что-то особенное свое и, главное, сохранившие ее в непростой эпидемиологический период. Праздник и работники культуры – это такие очень взаимосвязанные вещи. Там, где проходят праздники, всегда присутствуют работники культуры. Конечно, пандемия внесла свои корректировки в нашу работу и в нашу жизнь, но мы нашли новые формы работы и мы с достоинством с этой пандемией, так сказать, справляемся в области культуры. Хочется поблагодарить мне и наших ветеранов культуры, которые построили этот фундамент. Хочется сказать спасибо тем работникам, которые сейчас работают в это нелегкое время. Ну и также и поздравить молодежь, нашу креативную молодежь, которая на сегодняшний момент показывает нам, как нужно работать и как мы будем работать в будущем. Работники Брестской области достойно выполняют свои профессиональные задачи. Они, несмотря на современные реалии, пандемия, на те ограничения, которые есть, несмотря ни на что, все задачи, которые стоят перед ними, выполняются достойно, профессионально. И я хочу констатировать, что они сегодня заслуживают действительно настоящих слов благодарности. Благодарности за свою работу, за свой профессионализм, труд, свое неравнодушие и желание быть всегда рядом с нашими гражданами и помогать им решать задачи, поддерживать настроение. Мы всегда понимаем, что работники культуры – это праздник. Наверное, да. Но если они этот праздник готовят, то для них это работа. Именно так и есть. Когда мы празднуем, работники культуры работают. Быть может, порой нам кажется, что им легко, и это где-то легкая и совершенно точно веселая работа. Но вот такие наши мысли и свидетельствуют о высоком профессионализме этих людей. Мы и не увидим, как им сложно порой дается работа. Они с достоинством и честью несут свою миссию во что бы то ни стало дарить людям эмоции. Все работники культуры – удивительные люди. Они способны пробудить каждую, даже самую потаенную струнку души зрителя. Театральное действие наблюдается во всех наших жизненных сферах. То ли это день рождения, то ли это свадьба, то ли вообще отдых. Все равно элементы театра в этом присутствуют и будут присутствовать. А само театральное искусство – это незаменимо никогда. Потому что оно ценно единственным живым общением творца со своим зрителем. Сфера культуры не профессия. Это образ жизни, который меняется, преобразуется и становится только интереснее с каждым новым поколением. За свою историю белорусский народ создал богатое самобытное культурное наследие, которое представлено объектами архитектуры, искусства, археологии, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями. В области насчитывается более 1200 культурных учреждений, в которых работают 7,5 тысяч людей. Нам, белорусам, как нации, есть чем гордиться. Вот у меня образ на сегодняшний день белоруса – это, как бы сказать, даже удивительно, интеллектуальная личность. Потому что будто он в деревне, будто он в каких-то поселках, будто это, понимаете, вот какая-то есть особая такая аура, какая-то… Вот, поверьте, я проехал много стран мира за свою жизнь, более 40 стран мира, видел, как живут и мексиканцы, и тайвань, и китайцы, и индусы, разные регионы мира. И общался с ними, и видел их народное творчество, смотрел их быт, традиции. Но вот белорус – это особо, понимаете, такое бережное отношение именно к традициям, именно к своему истокам, к корням. Это талантливый народ. Именно белорус – это талантливый, талантливый народ. И это без зазрения совести. Глядя на яркую, насыщенную жизнь нашего города, которая с каждым годом все больше и больше набирает обороты, можно сделать выводы, что все творческие люди, абсолютно все деятели сферы культуры делают все, что в их силах. На самом деле секрет прост. Каждый из них в отдельности всем сердцем любит то, что он делает. Я люблю свою работу, да. Я в этой сфере, ну, с 9 лет, если считать, музыкальную школу. И что бы я делала, если бы я не занималась культурой, ну, мне очень сложно сказать и сложно себя представить в каком-то, какой-то другой отрасли. Я счастлива от того, что я работаю в культуре, что я гордо ношу звание культработника. Люди культуры – это прежде всего люди с очень большой фантазией, со смелостью к экспериментам, к открытию для нового, очень коммуникабельные. И чтобы было, если бы не было культуры, ну, наверное, было бы скучно, грустно, потому что все-таки должны быть люди, которые организуют праздники и организуют радость других людей. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok